издательство бомбора океан книг издательство эксмо дэвид волтон эмоциональное сканирование как распознать свои эмоции и применить их на практике видение что такое эмоциональный интеллект узнаете ли вы в этих историях кого-нибудь из своих знакомых энта не пытается решить стоит ли ему обналичивать сберегательную облигацию чтобы купить автомобиль суть в том что если придержать облигацию еще на полгода он получит по ней дополнительные 5000 фунтов стерлингов но машину к тому времени уже заберут а другой такой не найти он очень хочет ее купить у энтони уже есть три машины но с такой вещью как отсроченное вознаграждение он не в ладах и до постоянной работы у него тоже нет сью отлично выполняет свои рабочие обязанности но не ладит с генеральным директором генеральный невероятно пренебрежительный человек любые ее записи в отчетах о том что в работе нужно что-то изменить он попросту игнорирует к тому же он никогда не смотрит ей в глаза коллеги видят всю образец для подражания она хочет построить хорошую карьеру но не уверена каким должен быть ее следующий шаг это опять не выполнила план продаж клиентам хотелось поговорить с ней о своих проблемах а ей эти разговоры не интересны она предпочитает заниматься делом и не хочет работать с болтунами питер очень расстроен его жена изменилась кажется ничто ее больше не радует и он понятия не имеет почему она все время выглядит разочарованной или подавленной всегда находит к чему придраться и обвиняет во всем питера который сердится и уходит хлопая дверью как и многие из нас эти люди испытывают трудности в самых разных сферах жизни на первый взгляд кажется что логика рациональное принятие решений и возможно здравый смысл должны им помочь но это лишь теория я привел примеры из реальной жизни энтони сью и другие не литературные персонажи а это значит что они не всегда поступают логично и не всегда принимают рациональные решения руководствуясь исключительно здравым смыслом инстинкты чувства и личные ценности лежат в основе их проблем и мешают им рассуждать ситуацию усложняет конфликт между мышлением и чувствами внутренний голос или интуиция во многом зависит от эмоций которые в свою очередь заметно влияют на поведение энтони например с трудом сопротивлялся искушению он мог бы получить гораздо больше денег стоило лишь разок подумать логически но эмоции перевесили и произошло тоже что и всегда он сдался и обналичил облигацию через год энтони оказался в тяжелом финансовом положении и не только из-за покупки машины борьба между логика и эмоциями у него всегда заканчивалась одинаково казалось чувства брали вверх над разумом он не мог себе ни в чем отказать сью пыталась подстроиться под своих коллег и негласные правила организации ей очень хотелось чтобы ее труд оценили по достоинству но взаимодействовать приходилось с людьми которые не выражали эмоций и не понимали их важности для мотивации персонала год спустя сью уволилась и фирма потеряла ценного сотрудника это надеялась выполнить план продаж без взаимодействия с клиентами ей было трудно идти на контакт и вести беседы на отвлеченные темы она хорошо разбиралась в продуктах который должна была продавать если решать задачу было интересно она сосредотачивалась на ней и добивалась успеха но похоже это не влияло на ее производительность сейчас пета работает во вспомогательном офисе и платят ей соответственно меньше питер изо всех сил пытался найти способ наладить отношения с женой и он и его супруга были сильными людьми но питер чувствовал что уладить конфликт не получается он был уверен что если начинает испытывать гнев то должен выйти из комнаты поскольку контролировать сильные эмоции ему было трудно а жена считала что супруг к ней охладел и начинала задумываться как сделать свою жизнь более полноценный в каждой из описанных ранее ситуаций нашим героем может помочь развитие эмоционального интеллекта или сокращенно и ой emotional intelligence если это у них получится окружающим тоже станет легче эмоциональный интеллект это набор ценных идеей которые можно использовать и дома и на работе они помогут и родителям и учителям и менеджерам задача состоит в том чтобы распознавать чувства возникающие в нас самих и в других людях понимать их и управлять их воздействием речь идет о самоконтроле интерпретации языка тела победе над негативом совместной работе и психологическом благополучии так о чем же эта книга запомните эмоциональный интеллект это набор умственных навыков которые способны помочь человеку успешно управлять собой и справиться с требованиями предъявляемыми к работе с другими людьми развивая эмоциональный интеллект вы гораздо лучше узнаете себя научитесь контролировать свои эмоции начнете проявлять эмпатию к чувствам других людей сможете эффективнее и радостнее применять свои социальные навыки